Здравствуйте, люди! Прекрасное начало. Приостановлен сигнал. Я надеюсь, что с сигналом всё в порядке. Так уж сложилось, что я сел за руль машины и вдруг поняла, что есть это время, а есть снова вдруг. Только что Сергей вышел из машины и сказал, может быть, не баловала бы ты людей частыми эфирами. Но я из тех людей, которые считают, что надо баловать себя, других детей. Интернет меня не балует, чужого-то такое творить. Вот, включается опять. Поскольку, знаете, вот как-то в детстве нас недолюбили, недобаловали, постоянно ограничивали, поэтому сейчас я стараюсь говорить всем запретом нет и хотеть всего да побольше. Так, господи, какие сугробы, друзья, на меня. Сейчас я попробую не врезаться в сугроб. Сейчас такая главная задача стоит не влупиться в сугроб, иначе потом с него хрен выйдешь. Джип – хорошая машина. В который раз это понимаю. Вот так, все, прекрасно. Мы с вами проехали. Вот, поэтому у нас с вами будет как минимум 30 минут для того, чтобы классно пообщаться, и для того, чтобы мы с вами могли чем-нибудь полезным друг с другом поделиться. Я обычно, когда включаю эфир в машине, не готовлю какой-то определенной темы, потому что иногда хочется поговорить за жизнь, что называется. Поэтому давайте с вами будем на эту тему общаться. И если у вас есть интересные вопросы от слова «интересный», я готова вам много всего полезного и интересного рассказать. Пока вы думаете, я вам расскажу о том, что сейчас происходит. Я сейчас с самого утра, когда просыпаюсь, делаю какие-то первые задачи, сажусь в свою мини-хоум-студию и начинаю записывать новые видео для марафона. Итак, я вам хочу сказать, что сегодня обнаружилось, что походу марафон становится вообще другим. Походу у меня есть очень одно интересное качество. Значит, у меня получается плохо все, где есть подготовка. То есть, если я, например, додумалась сесть, написать, подготовиться, то это получится неинтересно. И, как правило, такие видосы или выступления уходят в утиль. Все самое интересное начинается на сцене, когда выбрасывается в сторону листик, поэтому вы редко увидите меня с листиком. А в жизни, тогда, когда я сажусь, и прямо во время того, когда начинаю говорить, из меня начинает все выливаться, в лучшем смысле этого слова. Это такая удивительнейшая особенность. Она дает, конечно, мне очень крутое конкурентное преимущество, например, на онлайн-конференциях, где, знаете, все люди сидят и готовят презентации, перестраивают это выступление куда-то туда-сюда обратно. Я просто забегаю в кадр и начинаю. И это действительно всегда работает лучше всего. Я не понимаю этого феномена. Раньше я его даже боялась. Но сейчас понимаю, что он так работает. Так, Ольга, как с ненравившейся волны переключиться на свою супер? Есть ли какая-то практика? Конечно. Безусловно, есть. И она сильно проще, чем вам кажется. Я вам уже говорила о том, что нам нужна некая теория для того, чтобы понимать, как это работает. Каждая наша с вами определенная мысль, которая есть сегодня, например, галимый день, галимые люди, сволочи, болеет голова, не получается, пробки на дорогах. Или наоборот, все, что касается хорошего, имеет некое энергетическое излучение, энергетическую вибрацию. Если вам интересно, вы можете загуглить в интернете, что такое энергетическая вибрация, что такое высокая частота и низкая частота. И вы как бы разберетесь с этим. Но если вам это не интересно, это прекрасно. Слушайте просто, что я говорю. Суть такова, что закон притяжения работает абсолютно во всем. И когда мы излучаем с вами некую энергетическую вибрацию, которая зависит от нашего настроения и состояния, плохое или хорошее на русском языке, мы с вами в жизнь притягиваем именно это. Как правило, обычно мы излучаем с вами негатив тогда, когда у нас происходит что-то не очень хорошее. И мы, как правило, не просто его излучаем, мы его везде видим, во всем. То есть вот все пошло не так. И вы уже видите это прям во всем. Вас начинает бесить, что бы вам ни показали, что бы вам ни рассказали, вы во всем найдете плохое. Просто вы находитесь на этой волне, все вас бесит. И, соответственно, вы притягиваете в свою жизнь все больше таких ситуаций и обстоятельств. Очень многие люди говорят, господи, ну когда же оно все закончится. А знаете, почему закончится? Потому что большинство из нас по-прежнему считают, что мы никак не управляем своей реальностью. Хотя это не так. И то вот это говнецо, мое такое словечко, которое вокруг вас происходит, это оно происходит не само по себе, а потому что вы его излучаете. И для того, чтобы вы могли переключиться, вам банальным образом нужно понять. Ну вот смотрите, вы едите, например, что-то соленое. Едите соленые огурцы в банку и думаете, сука, какие они соленые. Так хочу сладкого, господи. Но вы же никогда не сидите и не думаете, ну что же делать. Жрете огурцы, а как хочу сладкого, как быть. Ну нет у вас таких мыслей. Вы говорите, я хочу сладкого, идете за шоколадкой или достаете банку сахара. Вы знаете, что чтобы было сладко, вам нужно взять шоколадку. Для этого вам не нужно спрашивать у меня, Оля, а есть ли какая-то техника, чтобы после соленых огурцов стало сладко? Есть ли какой-то способ? Вот такая же фигня, ребят, происходит и... Сейчас я выйду на дорожку. Такая же фигня происходит и с вашими энергетическими вибрациями. Когда у вас все херово, и вы еще больше это притягиваете, вы себе говорите, так, стоять, Ермилова говорила, что это я, значит, все это вижу херово. А давай попробуем посмотреть на все хорошее, что есть. Понятно, что изначально ваш мозг начинает говорить, да нет вообще ничего хорошего, все хуево, все плохо. Вы говорите, нет, ну давай посмотрим. Смотри, мы можем смотреть, глаза видят, прикинь, если бы я сейчас не видел. Классная новость, что я вижу? Классная. Правая рука. Если бы сейчас сломал правую руку, вот сломал бы, ни хера делать не мог. Это хорошая новость, что у меня правая рука не сломана. Отличная новость. И дальше вы начинаете по спиральке находить хорошее в течение 5-10 минут. В какие-то моменты вам становится трэшово, в какие-то смешно, в какие-то еще как-то вы переключаетесь. Ваша энергетическая вибрация переключается. И вы продолжаете играть в эту игру. Находить хорошее. Вы думаете, нет, ну в конце концов я гоню. Ну что я во всем увидел плохое? Я сейчас расскажу себе историю успеха. Тут вы можете креативить как угодно. Вы можете рассказывать себе потрясающую историю, как какая-то ситуация или какая-то ваша цель достигнута. Вы можете придумывать сейчас, что что-то произошло, перекрутить эту ситуацию наоборот и рассказать себе, как все сложилось классным образом. Ваша задача завести свое воображение, переключить свою энергию и воссоздать энергию радости. Еще одна классная штука, которая существует и о которой мы часто не знаем или забываем. Я об этом часто пишу, что наш мозг не отличает фантазии от реальности, точно так же, как он не отличает чужой успех от собственного успеха. У него есть только энергетическое излучение. То есть, если вы смотрите на какого-то человека, у которого сейчас в жизни все зашибись, или у которого что-то есть, что вам нравится, и радуетесь за него, то ваша энергетическая частота поднимается и становится позитивной, радостной и притягивает в вашу жизнь снова такие высокие вибрации. Вашему мозгу все равно, вы это придумали, посмотрели на кого-то, украли, ему все равно. Он только излучает энергию. Когда вы смотрите на кого-то и завидуете, у вас низкая частота энергии, вы притягиваете в свою жизнь ситуации и обстоятельства, которые заставляют вас еще больше грустить, трешить и ненавидеть свою жизнь. И то же самое наоборот. Поэтому техника крайне простая, мне кажется, я ее очень вам хорошо объяснила, она может выполняться вами, как вы захотите, ключ только в одном – остановить себя и осознать, что вы являетесь сейчас причиной того, что с вами происходит. И для того, чтобы опять-таки являться причиной для того, что с вами происходит позитивного, вам необходимо сейчас этим наполниться. Причем иногда это нужно сделать буквально усилием воли. Когда ты ловишь себя на том, что ты уже заведенный, что сейчас уже начнет взрываться все вокруг тебя, ты идешь и говоришь, а прекрасна моя жизнь, а классный день сегодня, а я все равно офигенная и вообще самая лучшая, как в фильме, я самая обаятельная и привлекательная, у меня классный день, у меня очень хороший день, я очень везучий человек, я потрясающий человек, я замечательный человек! И в какой-то момент вы чувствуете, как ваша энергия пошла в обраточку. Вот, собственно, и все волшебство. И когда вы начнете осознанно эти вещи замечать и переключать себя, вы начнете видеть, что вы начинаете меняться, вы начинаете брать под контроль свои какашечные мысли и свои позитивные мысли. Поэтому в мире все настолько просто, что если бы мы с вами не усложняли, нам бы вообще жилось очень-очень клевенько. Вот так я вам могу сказать. Так, сейчас изучаю адекватную сексуальность, может, у вас есть какие-то мысли на эту тему. Я не знаю, что... Ой, прости, чувак, я не знаю, что такое адекватная сексуальность. Не изучаю адекватную или неадекватную сексуальность, поэтому не могу вам ничего сказать. Вы знаете, я на самом деле вам скажу, что очень многие люди, которые занимаются изучением психологии или психологи, очень многие стараются со мной поговорить, значит, используя какие-то модные словечки. Я вообще не про эту. Я принципиально не изучаю психологию и принципиально не изучаю какие-то вещи, которые имеют, вот скажете, адекватную сексуальность. Я вроде бы правильно прочитала, я надеюсь. Меня это отпугивает. Ну, то есть, всё, что непонятно моему мозгу, всё, что звучит слишком умно, для меня это как-то слишком далеко и чуждо. Знаете, вот я предпочитаю использовать лексику и примеры, которые понятны мозгу, который вот уже за целый день устал, или который не сильно любит напрягаться, или который сейчас едет и решает сто тысяч задач, когда он меня слышит, он говорит, о, Ермилова, я тебя понимаю, я понимаю, о чём ты говоришь. А Ник думает, боже, я дебил, господи, я дебил, я ничего не понимаю. Очень многие люди, лекторы разные, тренеры, подача всегда идёт такая, в университетах так любят. Знаете, когда ты чувствуешь себя дураком, то есть, ты сидишь и такой думаешь, боже, какой он умный. Я вот не стремлюсь показаться вам умной вообще, мне как бы всё равно, считаете вы меня умной или нет. Для меня очень важно быть понятной и прежде всего понятной себе. И судя по тому, что иногда мои девочки смотрят мои эфиры, оказывается, и периодически задают мне вопросы, я понимаю, что я могу быть понятна шестилетним и девятилетним девочкам, и это прекрасно. Потому что, честно вам скажу, мой мозг настолько много работает сегодня, что как только ему необходимо напрячься, вот половина литературы, которую я читаю, она настолько заставляет меня напрягаться, что я просто понимаю, что вообще это капец. Нормальный человек, которому это, например, не нужно для его бизнеса или его профессии глубоко, никогда в жизни в этом не разберётся. Поэтому используйте простую лексику, если вы хотите быть понятым. Мне сложно, не задавайте, я не настолько умна, как могу казаться. Мне, так знаете, по-простечковому. Так, добрый вечер, хорошей дороги, спасибо, спасибо за заботу прямого эфира, спасибо. Прямо в потоке, без искажений, благодарю адекватную, в смысле, непошлость. Сложно моему мозгу всё равно, непошлую сексуальность. Будут думать я с детьми это обсуждать. Для меня сексуальность это то, что есть в человеке в принципе, либо нет. И для меня всегда было непонятно уроки соблазнения у мужчин, как соблазнить женщину, в каком месте её погладить или как возбудить мужчину. Я считаю, что либо ты такая, что мужчина от тебя хочет просто-просто, либо что-то по-другому. Я никогда не изучала техники, знаете, соблазнения и так далее и тому подобное. Может быть, опять-таки, это я, может быть, кому-то это необходимо. Но я всегда знала, что любой мужчина, который мне будет интересен или чьё внимание я захочу получить, я его получу. И я всегда его получала. Возможно, как раз сила моего разума оказалась сильнее правил сексуальности. Но, как говорится, у нас есть огромное пространство вариантов, и каждый выбирает свой путь для себя. И для кого-то это нужно пройти, значит, какие-то техники, для кого-то это нужно пройти какое-то осознание, для кого-то, как я, достаточно просто знать, что ты охуененькая. Вот и всё. Так, спасибо за эфир. Подскажите, пожалуйста, нормально ли это, что при медитациях сразу всплывают ограничивающие убеждения, прокручиваются негативные ситуации? Я вам скажу так, нормально вообще всё, потому что мы индивидуальны, и у нас не может быть одинаковые у всех реакции. Мы, знаете, привыкли вечным шаблонам, правильно, неправильно, вот убирайте их в жизни. Мы все очень индивидуальны, и задача не с тем, чтобы думать, нормально ли я, с какой точки зрения. Нормально это находить, задавать себе вопросы, думать, почему, интересно, у меня это всплывает, что бы это могло означать, чего я боюсь. Чаще всего, когда в медитациях, что такое медитация? Медитация — это соединение нашего сознания и подсознания, потому что неглубокая медитация — это нетрансовое состояние, вы не спите, но, тем не менее, ваша частота головного мозга замедляется, она становится в таком состоянии полудрёма, и ваше сознание с подсознанием приблизительно встречаются. То есть вы находитесь в таком состоянии. И что происходит? В вашем подсознании сразу начинают вылазить какие-то страхи, которых у людей достаточное количество. И они начинают как бы лезть, и ваше сознание начинает бить в колокольчик и говорить, что-то происходит не то, что-то происходит не то. Этого не стоит бояться, следует сразу же себе сказать, со мной ничего страшного не случится, я просто решила найти ответы на вопросы, поискать ответы на вопросы, на которые раньше и не искала. Раньше я просто чего-то боялась, чего что-то себе запрещала, а сейчас я задаю себе вопрос, а чего я это запрещала, а почему я это боялась, а с чего я взяла, что это не для меня, а почему я вдруг решила, что я этого недостойна. Вот как бы и всё. И когда вы себе это объясняете, страх сразу же уходит. Помните, когда вы сидите дома... Так, что происходит, ребятушки мои дорогие? Сейчас, у нас тут с дядечкой проблемы. Сейчас, не выпущу. Когда вы сидите дома, маленькие, и вам кажется, что за шторами кто-то есть. Помните это? Привидение. И для того, чтобы нормально спать, нужно переселить себя, встать, залезть за шторы, увидеть, что там никого нету, и спокойненько дрыхнуть. В противном случае, ваша фантазия начнет рисовать вам самые яркие ваше воображение, точнее, самые яркие узоры о том, как там уже и маньяк-педофил, и человек-железная нога, и так далее, и так далее. Поэтому здесь точно так же разговаривайте с собой, все будет хорошо. Скажите, где можно купить вашу книгу электронную? Какую мою книгу? Потому что книг у меня много. Если вы про книгу, как про исполняется, почему ваши мечты не исполняются, вы просто пишите в директ мне, хочу книгу, не здрасте, не до свидания, не спасибо, не пожалуйста, просто пишите, хочу книгу, и получайте ее в ту же минуту. Только не пишите, пожалуйста, здрасте, до свидания и так далее, потому что мой год на это плохо реагирует. Если вы о книгах других, то скажите о каких. Книга-зажигалка есть в печатном виде сейчас, это, по-моему, единственная книга, которая уже осталась в печатном виде. Все остальное гугл вам в помощь. Пишите Ольга Ермилова книги и все находите. Так, благодарю, благодарю, любите мои эфиры, это чудесно. Сейчас мы с вами где-нибудь препаркуемся, шут-шут, закурим сигарету. Я не курю, правда, но, может, кто-то из вас захочет покурить. Так, вопрос, внимание, мы влезем с вами сюда или нет? Это же, бля, позадачка. Если не влезем, давайте не будем влазить, потому что такие сугробы, боишься, не шевыронула на какую-то машину, а сюда влезем. Ша, ребяточки, ша. Мамочка запаркуется, и сугробы. Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Все, прекрасный тост. Я встала. Итак, погнали. Почему одним мужья с легкостью тратят на женщину деньги, а другие нет? Жадность, не любят или что-то еще. Я думаю, все дело, помните, как шершеля фам, ищите женщину, все дело в женщине. Женщина вообще определяет поведение своего мужчины. Если говорить о том, почему он тратит, когда у него деньги есть, ну, я скажу вам так. Если мужчина не тратит на вас деньги, он вас не любит. Если они у него есть, 100%. Если мужчина не зарабатывает деньги, значит, вы его не мотивируете зарабатывать, либо это не ваш мужчина. Все просто. Так, hello, hello. Так, под ваши эфиры тренироваться, хорошо, что они, а то было бы весело. Так, как найти богатых, счастливых, успешных друзей? Стать таким человеком. Если вы бедный, вот представьте себе, вы богатый, к вам приходит такой бедный тюфяк, который вечно жалуется, просит денег, и говорит, давай с тобой дружить. Подобное притягивается к подобному. Либо вы должны друг другу закрывать какие-то, знаете, моменты, вот, не знаю, там, ему удобно, что вы носите ему куртку, вот, ему удобно вытирать об вас ноги, ну, я не знаю, вот что-то в чем-то вы соприкасаетесь. Либо самому, как минимум, энергетически излучать вибрацию того человека, с которым хочется рядом быть. Очень часто замечаю, что с богатыми и успешными хотят дружить те, которые мечтают что-нибудь у них просить, смотреть им в рот. И, ну, вы же учтите, сильный к сильному. Неинтересно. Я, например, со всеми, с кем слабыми общаюсь, я все время волей-неволей, если начинаю долго общаться, заталкиваю вниз. Ну, то есть, ну, ничего не могу с собой поделать. Не то, что я хочу унизить, просто я все время задаю такие вопросы, которые человека ставят в тупик. Я рассказываю о своих успехах, и, естественно, человек рядом, который не достигает успехов, не двигается, находится в другом темпоритме, он теряется рядом со мной. Поэтому со мной, с такими людьми, нужно либо рядом бежать, и быть готовым к этому, либо не лезть. Но чаще всего к тебе притягиваются подобные люди, когда ты сам начинаешь расти. Они не берутся из ниоткуда. Так, как правильно убеждать сейчас ребенка на успех в жизни, когда еще сама не имея его, как бы хотела? А никак. Вы не можете убедить ребенка, не став примером. Ребенок, повторяю, миллиардный раз, ребенок всегда смотрит на вас. Для него вы пример. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были успешные, показывайте пример. Есть случаи, когда дети становятся успешными, потому что они не хотят быть такими, как вы. То есть их это очень сильно мотивирует. Они не хотят быть, как их родители. Они буквально презирают эту бедность и так далее. Либо второй момент, они берут с вас пример. Поэтому вы не можете менять других людей, пока не изменитесь сами, тем более вашего ребенка. Так, а зажигалки? Зажигалку вы можете, да, купить, печатать. Можете написать мне просто. Можете написать Ольге Румиловой зажигалкой. Книга где-то вывалится вам. Обязательно. Так, отлично. Я ведь поразгребала все ваши вопросики. Мне даже стал жарко, ребят. Сейчас я разделу. Так, мы повредили. Как бы мне все успеть. У меня есть еще планы. Которые необходимо сделать в машине. Пожалуйста. Вообще, я вам скажу так. В жизни все очень просто, когда вы свою голову начинаете включать. А вот включать свою голову люди в большинстве случаев и не любят. В этом и вся проблема. Я вам о чем хочу напомнить. Хочу вам напомнить о том, что в апреле у меня стартует абсолютно новенький рерайтер жизни. Мой крутейший марафон, который включает головы и настраивает вас на нужную жизненную позицию. Завтра у нас последний день минимальной стоимости. Дальше цена начинает расти. Растет она до 1 марта. И с 1 марта по 1 апреля уже будет максимальной. Поэтому, если вы хотите и готовы попасть, не тупите. Потому что вы все равно туда попадете. Но зачем, как говорится в рекламе, на вещи платы ты больше? Когда начинают работать аффирмации? Аффирмации начинают работать тогда, когда вы справляетесь со своими старыми застревшими убеждениями. Когда вы начинаете ежедневно делать ментальные практики. Аффирмация начинает работать с ментальными практиками где-то через 90 дней. Она начинает уже становиться частью вашего подсознания и вашей энергетической вибрацией. Зная, что какие-то вещи звучат сложно, но только потому, что мы с вами за 20 минут не можем все пройти. В течение месяца, когда вы каждый день слушаете по видосику, вы прекрасно начинаете разбираться, что такое все эти вибрации. И вы прекрасно понимаете, как вы сами портили раньше свою жизнь и как вы ее сейчас можете портить. Но самое главное, вы знаете, как это исправить и, собственно, начинаете это делать. Поэтому я вам рекомендую переставать все время пытаться что-то понять из бесплатного. Один раз заплатить небольшие деньги, получить четкую систему, получить классных людей. И вообще понять и самому себе сказать, что я принял решение менять свою жизнь. Потому что именно с принятия решения все и начинается. До тех пор, пока мы думаем, боимся, время все равно проходит, вы стареете, у вас появляются морщины, еще куча всяких других штук разных. Поэтому пусть у вас вместо всего этого появляется много новых возможностей, друзей, эмоций и денег. Потому что хочу вам сказать из собственного опыта, что жизнь с деньгами значительно интереснее, значительно масштабнее, ярче. В ней гораздо больше возможностей, чем без них. Поэтому любите деньги, стремитесь к деньгам и помните о том, что если у вас сегодня нет денег, то вы им не нравитесь. Что-то с вами не так. Вы не так выглядите, не так думаете и не то излучаете. И для того, чтобы они к вам пришли, как и успех и прочие составляющие, которые бы вам хотелось в себе видеть, вам необходимо измениться. И тренажерного зальчика для этого маловато. Необходимо вот здесь в своей коробочке поменяться. Поэтому я вас жду. Ссылка на рерайтер жизни есть всегда у меня в профиле, она не меняется. Прибегайте, заходите и сами поймете, почему со мной так классно. Потому что не влюбиться в меня нельзя. Вот, я вас программирую. Все, мои хорошие, я буду заниматься своими практиками. У меня как раз есть 20 минут, потому что я утром немножко профилонила. Всех обнимаю, пока.